День Красной Армии и Флота 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 Все равно в сознании народа этот день ассоциируется как праздник настоящих мужчин. Ведь именно защита дома, защита семьи, близких – это, наверное, наиболее задача каждого мужчины. Со сцены звучали слова поздравлений в адрес дорогих мужчин, героических защитников Отечества. А творческие коллективы городского центра «Досуга» дарили им свои музыкальные подарки. 18 февраля представители средств массовой информации и работники культуры встретились за круглым столом с главой администрации Михаилом Александровичем Хоботовым. Все вы прекрасно знаете, что 2014 год объявлен в России годом культуры. Уже много говорилось о значении культуры в жизни общества, о культурных и духовных традициях, передающихся из поколения в поколение. И для Десногорска этот год особенный – 40-летие нашего любимого города. И в связи с этими событиями городской центр «Досуга» решил провести ряд мероприятий в программе «Диалог», в ходе которой у лучших и значимых людей нашего города нам хотелось бы узнать их отношение к культуре в Десногорске и каким они видят празднование юбилей. На этой встрече журналистами руководителю города были заданы наиболее значимые вопросы, касающиеся сферы культуры и культурной жизни Десногорска. Все муниципальные образования, которые есть на территории Смоленской области, ну, ближайших наших, возьмите даже Россоль, да, 870 лет отметили, любой, Смоленска, сам Смоленск, Рудня, Вязьма – это действительно старинные русские города, которые существуют на карте нашей страны уже сотни лет. И в которой, в общем-то, есть свои традиции, есть свои кадры, которые ковались из года в год, из десятилетия в десятилетие одними и тем же учебными заведениями, как среднего уровня, так и высшего образования, да. Для, например, наших систем образования это был Смоленский педагогический университет, или институт в то время, да, а для области культуры это областной институт культуры. Десногорск – это совершенно другое новое сообщество людей, которое образовалось буквально недавно, да, которые съехались сюда 40 лет назад, и причем ведь не только съехали сюда строители, да, но и сюда съехались и люди, которые, как мы говорим, которые сюда выпорчали культуры, образования, которые заканчивали различные учебные заведения всей нашей великой страны. В городе Десногорске принята программа – это развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании города Десногорск на 2014-2016 годы. Вот эта программа, ну, с ней каждый желающий может ознакомиться на сайте администрации подразделе нормативно-правоакты. В этой программе у нас шесть подпрограмм. Каждая подпрограмма предусматривает собой. Одна из них – патриотическое, воспитание, вторая – культурно-досуговая работа, в третьей – то, что связано с вопросом библиотечного дела, музейного дела, значит, по работе с молодежью. То есть вот эти все подпрограммы, они определены. Все мы знаем, что нашему юному городу в 2014 году исполнится 40 лет, и в завершении беседы Михаил Александрович рассказал о мероприятиях, которые запланированы на праздничный день. Мы уже освещали, что будет открываться стела, посвященная первостроителям. Место выбрано, источник финансирования в целом найден. Для ее установки, этой стелы, действительно, будет очень красивый памятник нашим первостроителям. Место, понятно, оно вот здесь, рядом с администрацией, на площади возле администрации. Она будет возгнята. Будет, могу сказать, хороший концерт. Причем, мы об этом тоже с Инной Лениной говорили, да, но вот, ну, действительно, концерт не есть. Будут и силы нашей художественной деятельности, естественно, будут привлекаться, но и, естественно, и гости, да, в том числе гости, одни из знаменитых гостей, которые же здесь могли бы дать этот концерт. Ряд мероприятий предусмотрено в плане благоустройства города, как такового. Порядка нескольких десятков миллионов рублей будет затрачено на приведение в порядок наших дорог и дворов. Празднование, кстати, коллеги запомнится, тем более мы ждем сюда очень высоких гостей, как непосредственно со Смоленска, так и с Москвы. Причем с Москвы здесь будут как руководство и госкорпорации, концерна Росэнергоатом, руководство области, ряд таких, ну, будем говорить, значимых людей из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова проводим турниры, участвуем в разных соревнованиях, в первенстве области, среди ветеранов. Мы не заканчиваем играть в футбол, будем играть сколько можно. Месяц назад мы были в Кирове на турнире. Это ветераны, кому за 50, очень хороший турнир. Ну, у нас уже второй раз проходит этот турнир. Позапрошлым году был, в прошлом у нас не получилось. В этом году вот мы решили, приехали команда Брянска, спасибо им. Смоленск вот должен подъехать, Росланд приехал. В общем, желающих очень много участвовать в этом турнире. В этом году будет первенство области, тем, кому за 50. Мы не заканчиваем играть, мы будем продолжать. Поэтому приходите на турнир, всех приглашаем. За сборную команду Десногорска играли Виктор Солоненков, тренер команды, Сергей Егорушкин, начальник команды, Андрей Донсков, капитан команды, а также Рустем Бекмамбетов, Роман Гарифулин, Сергей Авдеев, Сергей Булыгин, Александр Петров, Руслан Каримов и Валерий Платонов. Играли по смешанной системе, а победитель определялся наибольшим количеством забитых голов. Первую свою встречу наши футболисты провели с ближайшими соседями, рословчанами, и выиграли со счетом 4-2. Также они оказались сильнее брянских ветеранов спорта 2-1. А гости команды Рославля и Брянска сыграли между собой со счетом 2-5 в пользу Брянска. В неофициальном зачете первое место у команд Десногорска и Брянска, на счету которых по 6 забитых голов. Команда Рославля с четырьмя результативными мячами на втором месте. От души всех поздравляем. В футбол нужно играть ветеранам особенно. Не бросать это дело хорошее. Организаторы товарищеских встреч своим примером стремятся привлечь к занятиям спортом людей всех возрастов. Развивают и укрепляют дружеские связи между ветеранами спорта. Знакомят гостей участников встреч с нашим городом. И что особенно важно, показывают пример молодежи. Спорт доступен всем. Субтитры подогнал «Симон»!